Здрасьте! Ой, спасибо большое! Спасибо! Договорились! Спасибо еще раз! Красота! Вот такая красота у меня теперь тут стоит! Я, кстати, не показывала. Мне Сережа подарил вот такой рюкзак. Мой просто рюкзак, он знает, что мой рюкзак уже много лет, и он уже весь рвется. Я на работу вожу очень много материалов, две сумки. Я думаю, что этого рюкзака мне одного хватит, чтобы все там возить. Так что вот, он говорит, выбрал нейтральный, но с веселенькими штучками. Тут еще такие львы. В общем, вот такой моднявый. Он еще можно сумкой сделать. Видите, вот эти держалки. Короче, кожаный, пахнет приятно. Мягенький, вообще бомба. Так что, такой подарочек. И дядя Аркадий мне цветочки привез. Принес, точнее. Все, ребят, поделилась. Пошла. Меняла водичку в цветочках. Тюльпанчики такие мне красивые. Вообще красота. Вчера мне папа Сережин подарил серьги. Сейчас покажу красивые вот в этой сумочке. И тюльпанчики. Вот такие красивые. Прикольные вообще. У меня таких никогда не было. Они прикольные такие. Какие там эти. Вообще класс. Очень нравится. Я такая модная теперь. Молодежная. Ребятки, привет. Я сегодня собралась на день рождения Сережного папы. Ему сегодня 50 лет. Вот, мы немножко отмечаем. Я что-то решила немножко кудренно мутить себе. Ну, типа нарядно, да? Празднично, чтобы было. Все. Я уже собралась. Взяла рюкзачок. И спускаясь вниз. Сережа должен из Вэльбариса уже подъехать. Что-то у меня мешки такие под глазами. Короче, кудрик. Вот тут косичка такая. Короче, что-то намутило. Тем временем на улице уже 10 марта. Молодец прям. Ура! Можно подложить что-нибудь готовить. Радовались рождественским праздником. Не успели обернуться. Там пришла парадис. Слов встреча. А сможете вы отгадать мою? Красота. Блины будем тврать. Блины. Горячий. Альбинс. Двизуха. Блин, конечно же. Чарли ждет начало весны. Наконец-то вышли погулять, потому что я его собираюсь купать. Видите, какие лапки грязные. Вообще, мы сходили с ним в Элберис, чтобы я забрала свои шампуни. Карман засунула. Шампунь и кондиционер купила. Аква. Это закончились. Короче, у нас 21 марта. И вот такой снег. Но достаточно холодно. Прямо такие... Ой, да господи, Чарли. Короче, холодно сегодня. У нас красный по-любому, как обычный. У нас тут латают дырочку. Огромную. Которую все свои колеса оставили. И мне очень забавно наблюдать, как они разминают вот этот асфальт. Они берут вот этот мешочек. Где-то мой палец, господи. Вот этот мешочек. Кладут вот в эту штуку. Он ее поднимает. Поднимает и швыряет вниз. И она типа разминается. Прикольная технология. Там еще лужи такие. Вода внутри. Ну, наверное, получится. И так каждый год. Чарли, как тебе на улице? Запах весны. Ну, куда ты домой-то идешь? Все, гуляем. Так чудное. Вообще на солнышке такой. В луже. Нет, нет, только не в луже. Красота. Небо голубое. Солнышко светит, блин. Так, сейчас Чарли будет искать место пока, как я надеюсь. Вроде бы научился в туалет ходить на улице. Короче, я взяла дома сушек много, чтобы его дейсировать. Потому что дома он знает команды, а на улице он их не выполнял. Я решила те же самые команды его получить на улице и дополнительно получить его командам ко мне, чтобы он подбегал ко мне, когда я ему эту команду называю. И чтобы он не бежал к людям, когда я ему... Господи, дай, что это круги на меня? Короче, когда я ему не разрешаю, то есть, бежать к людям, я ему говорю, сидеть. И он сидит. Человек идет, ему хочется к нему идти. Я говорю, сидеть, жди. Все. Ну, короче, прошел экзамен. Научился. Ой! Стой, Чарли, стой. Сидеть. Сидеть. Сидеть, да, я на тебя посмотрю. Ой, грязнуля какая. Домой идем. Ну, собственно, это чудо-юдо я помыла. Мокрый. О, боже, началось. Собственно, проблема. Вот. Должна быть вот такого цвета. А мы вот. Грязные вот такие. Буду сейчас стирать. Классно параплан летает. Классно параплан летает. Классно параплан летает. Классно параплан летает. В таком красивом закате. Блин, у него бит, наверное, просто бомбический. О, у них селфи-палка. Я вижу, они снимают. Блин, кайф вообще. Очень круто. Я засняла. Ребят, сменили точку полета. Летали там. Блин, такой закат. Блин, ну так, наверное, по кайфу вообще. Какой на улице закат красивый. Блин, как долго я ждала тепла, чтобы начались вот такие красивые закаты. Правда, камера немножко делает все оранжевым, но оно прям малиновое. Прям вот как в окошке вот в этом. Очень красиво. Обожаю закаты. Как забавно. Детишки куда-то идут. Их много. Прогулка у детей. И у меня прогулка на балконе. Я тут в магазин ходила. В три ходки. Сначала вот это принесла. Потом вот это. Потом вот это. Хорошо, в магазин хожу. Ну, просто очень тяжелые пакеты. Я не захотела нести. У меня и так это... Руки устали. Мне уже проще сходить три раза туда-сюда, чем... Ну, правда, я сходила сначала в пятерочку. Вот это все купила. Потом в следующий раз пошла в магнит. Ну, неудобнее как-то. Встала и решила в другой магазин сходить. Все. Все купила. Сейчас буду готовить окрошку, крабовый салат. Рисочек сейчас творю. Не было моего любимого жасмина. Пришлось взять, как он там, басмати. Вот, он тоже вкусный. Но жасмин больше нравится. Все. Сейчас буду выпускать. Чарли, что ждет, пока я его выпущу? Пакеты мне все истоптаешь. Подожди. Сейчас я пакеты отнесу на кухню и выпущу тебя. Что, ребятишечки, я сижу в машине. Жду, пока Сережа с Женей подойдут чуть-чуть поближе, чтобы я выдвинулась к ним навстречу. Потому что там бегают собаки. И они агрессивно очень гавкали. И я очковала. Так вот, мы обходим СНТ. Сереже нужно списать счетчики. Их тут очень-очень много. Короче, я посмотрела. Мы уже прошли 19 тысяч шагов. Еще осталось где-то часик, наверное, походить. В общем, я выдвигаюсь к ним. У нас все еще зима. Ой, елки. Надеюсь, меня никто не съест. Короче, я вот такая красивая. Машину закрыла. Закрыла же. Да, машину закрыла. Мне надо идти туда. В темноту, что называется. К ним навстречу. Сейчас буду светить фонариком и идти. Очковая херь, ребят. Реально. Ходить по ночи, неизвестно где, так себе занятия. Еще и... Ну да. Короче, ужас. Ужас. Добрый вечерочек. Курочка с картошечкой. Прекрасная. Капусточка с грибочками. Это мне, Сереж, такое не ест. Это макарошки, которые сосисками днем он кушал. Все, я хозяйка Дон. Все, я что-то очень жарко. Я прям вся спотнула. У меня аж на балконе стекла запотели. Так тут душно. Ну что, пришло время. Теперь можно и покушать. Прелесть. Сегодня, кстати, 1 апреля. Много наприкалывались. Над друзьями. Я... Нет. Вообще. Не тот настрой. Все. Пойду перекушу. Боже, 2 апреля. Что с погодой? С ума сойти. Просто... Кошмар. Офигеть. Погодка вот. Солнечно. Ветерок. Вот туда иду. Кладбище. Там Матрона. Вот. Сейчас найду цветы. Где-то девочки сказали, что там бабульки продают цветы конфеты. Можно купить. Вот. Все. Иду. Иду. Тяжелый пакетик. Алиса, я дома. Прелесть. О, вспышка как засвечивает. Все. Окей, поехали. А я приехала домой с работы. Спасибо, Алисе. Видите, как она внимательно включает свет, когда ты приходишь домой. Прелесть. Я погорячилась, что надела эту куртку. Она оказалась очень-очень легкой. На улице не так уж и тепло. Купили куртку по акции. Вот. В спортмастере. Сережа пошел мерить. Давай сюда. Показывай. А вот швенчер. Я еще не убогий. Я пока влазил в С-очку. С-очка. Короче, классная куртка. Акция, скидка, все дела. Решили отклеить. Посмотреть, сколько же она стоила. Ну, собственно, столько же она и стоила. Мы такие, вау, за треху куртку вырвали. Угу. Да. Обожаю вообще вот эти вот моментики. Просто лучшие. Последняя куртка. Что, нельзя было скидку на нее сделать? Реально последняя была. Ну вот. Спортмастер. Хорошая скидка. Ротик. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду- Сейчас подстрижем красивые води. Вырвался. Мы с Чарли едем на процедуры. Чарли будут подстригать, а я еду на маникюр и на педикюр. Уже видите, как тепло одета. Ну, в смысле, легко одета, потому что на улице уже достаточно тепло. Вот. А завтра у меня день рождения. Какой тут ужасный свет, товарищи. Кошмар. Ну да. Ротик, ротик. Ротик красивый, ротик, ротик красивый. Куда ты пошел? Не-не-не, никуда не уходи. Ротик. Ушастый, хвостастый. Ротик ротиковый. Кто там в окошке? Давай, смотри. Ротик, маленький ротик. У тебя тёпочка. Ну, всё. Мы вернулись. Маникюр, педикюр, все дела. Чарли, покажись какой-то красивый. Ой, красивый. Золотик маленький. Всё подстриженное. Пальчики подстриженные, да? Ротик. Короче, мы всё. Я тоже с маникюром. Со всеми педагогами. Перепелиные яички. Всё. Иду домой завтракать дошираком. Потому что ничего нету над этим магазином. Серёжа некогда работать поехал. Всё. Так, ротик, не мешай. Тут у человека пукан рвало. Так сильно хотелось, чтобы я посмотрела на подарок. Какой красивый. Видели? А? Из-за зависти? Харя довольная. Блин, какой букет красивый. Слушай, мне нравится. Так. Я без ногтей? Теперь не могу. То есть ты тоже всё-таки не поняла, да, что внутри? Нет. Вообще даже не догадываюсь. Даже идей нету. Даже близко вот мысли. Ну вот попробуй предположить, пока не открыла. Ну тяжёлая, Зая, не знаю. Маленькая коробочка. Чё в ней может быть? Брелок? Брелок, да. Давай будем думать. Ну брелок. Всё, давай. Будем думать, что это брелок. Давай. Какой-то брелок, реально. Я догадываюсь, что это! По-моему, я догадалась, что это! Класс, Зая, ты поцелую! Класс! Я хотела эрпоции! Мне нравится! Ну, видишь, как... Классно! Я в шоке! Я увидела! Я знаю, что увидела вот это, увидела через эту упаковку! Зай! Тяжёленький. Тяжёленький, да. Блин, мне очень нравится. Я довольна. Как ты хотела второго поколения. Я довольна. Хочет. Не нашла запрошенную комнату. Проверьте настройки умного... Алиса, включи свет в гостиной. Сегодня у меня день рождения. Мне 29 лет исполнилось. И я еду сейчас на работу. Так как Серёжа работает сегодня до 6 вечера, я не стала оставаться дома, потому что скучно. Я решила поехать к девчонкам на работу, посидеть, потрещать, полелякать часиков до 4. Потом приеду сюда, и уже будем праздновать. Вот. Оделась, обылась. Всё. Погнали. День рождения. День рождения. День рождения. Ветер, что ты делаешь? Как можно было уехать с нормальным человеком и вернуться всю дыбом? Ладно, сейчас расчешусь. У меня тут салат. Не доела на работе. Сейчас даем. Что, добро пропадает? Пока доехала, проголодала. Мне кажется, я нашла новый способ, чтобы локоны держались без всяких там пенок. У меня нет ни лака, ни пенки. И я тот человек, у которого кудри вообще не держатся. То есть никогда. То есть я их накрутила и через час их нет. Нужно просто не пользоваться кондиционером, бальзамом для волос. Только шампунь. Чешуйки раскрыл. Все. Больше ничего. Высушиваем, накручиваем. Все. Красота. Я очень довольна. Я уже в Москву съездила. Уже вернулась. Время 6 часов. А у меня кудри как будто только что накрученный. Так, у меня залепанное зеркало. Ладно. Сейчас протру. Короче, я все. Лайпхак рассказала. Ну класс же. Ну ела-пала. Ну красота же какая. Ну лепота. Все. На заметочку взяли. Представляете? Сейчас 13 апреля. То есть следующий день. И мы идем гулять на улицу. Вот так одетые. Потому что на улице 23 градуса. Плюс 23. Представляете? Я просто в шоке. Так что идем гулять. С этим чучундриком. Воду взяла я ему из ушки в кармане. Вот. Идем. Короче, у Чарли сорвало крышу. Как только мы вышли на улицу. Естественно. Потому что тут просто лето. Я в шоке. Просто в шоке. Просто кайф. Блин. Неудобно так. Короче, неудобно так. Камеру переворачивать. В общем, я в очках. Мы идем гулять. 13 апреля. Просто буквально неделю назад снег лежал. И вообще все было плохо. А сегодня уже на улице лето. Я в шоке. Сережка на работе. Приезжал на обед. Покушал. Покушал. И все. Поехал на самокате. Я зарядила самокат. Пойдем. Для этого. Что рассказать про вчера. Особо я не отмечала. Муха села на руку. Вот. Особо я не отмечала ничего. Я съездила вчера на работу. Вот. Отвезла тортики. Да, отмечали. Вокруг дерево ходит. Все запутается. Отвезла тортики. Заказала в другой салон. Наш второй. Заказала пиццу. Поехала домой. Сережка в шесть освободилась с работы. Я заказала там роллы, пиццу. И мы пошли к родителям на... Чуть-чуть посидеть, покушать. Покушали пару часиков. И поехали с ним. Серпуха в лофт. Фон просто божественный. Чарли какает. Вот. Ветки нацеплял на себя. Дебил. Короче. Мы поехали с ним в лофт. От Серпуха. Покурить кальян. И попить. Ну, просто напитки. Ну, такие дела. Сидели. И поехали домой. Короче, ничего особенного я не отмечала. У меня жуткая аллергия началась. Сейчас что-то цветет. И у меня на пыльцу сильная аллергия. Я... Ну, знаете, да? Ты там запах это особо не чувствуешь. Вкуса. То есть, вот эти вот, когда аллергические симптомы начинаются. Вода течет, сноса. Ну, в общем, неприятно. Интересно. Слышно меня тут такой ветер. Дует. Короче. У меня и кальян, не кальян. И все мне не это. Неприятно. Ну, все. Сезонная аллергия добавилась. Плюс к моей. Плюс. За листочками бегать. Добавилась плюсом к моей работе. Еще и аллергия. В общем, короче, я пью сейчас цитрин. Легче. Мне кажется, что легче. Хотя, может быть, просто ночью мне хуже, а днем лучше. Ну, вот. Вот такие дела. Сережа мне подарил на день рождения эрпоцы. Вы как раз их на мне видите. И подарил мне мои любимые духи. Молекулу. Вторую, если кто. Ну, я люблю молекулу вторую. Он подарил вторую эксцентрик. Ну, я их тоже люблю. Такие дела, короче. Что ты? Мокрая моська. Блин. Кажется, я погуляла. И аллергия еще сильнее усилилась. Я решила не брать с собой. Прийти допить. Я, кстати, целый месяц не выходила в интернет. Ну, как не выходила. Мне писали сообщения. Я на них отвечала. Неделю я вообще. Ну, вот, чисто мне по работе писали. И все. И я выходила. Ответила. И выходила сразу. Вот. Потом по чуть-чуть уже заходила. Там периодически смотрела что-то. Решила не засиживаться. Вообще, хотела весь, все 40 дней держать пост. Но не пошло. Что-то оказалось второй раз держать пост тяжелее, чем первый. Первый раз я выдержала полностью весь. И все хорошо было. Но второй раз оказалось тяжелее держать. Чарли хочет тоже, чтобы вы на него посмотрели. Путь. Путь. Посмотрите, какой он мокрый. Я его просто только что помыла морду ему. Ну, не бойся. Помыла ему морду и лапки. И он весь мокрый. Давай. Бегай. Бегай. Принес игрушку мне. Так вот. Я решила, ну, хотела подержать пост. Но что-то не пошло. Прям вообще не пошло. Не знаю почему. Но оказалось второй раз держать пост реально тяжелее. Это, конечно, для меня было диким удивлением. Но вот как факт. И я в инстаграм ничего месяц не выкладывала. То есть вот с момента, как пост начался 14 марта, по-моему, или 13-го. И вот на день рождения только я повыкладывала сторисы с отметками, там, с подарками. И некоторые начали писать, о, типа, Даша вернулась. Я пишу, что нет, я не вернулась. Так, просто второй день дня рождения появилась и все. И ушла, мол. Ну, как бы пост это не всегда про еду. Пост это про наши зависимости, наши привычки. И у кого-то это азартные игры, у кого-то компьютерные игры, у кого-то алкоголь, сигареты, гулянки и так далее. Для меня интернет, телефон, я зависима от него. Вот. Поэтому я решила отказаться, ничего не выкладывать. Это было для меня на самом деле сложно. Потому что я очень привыкла, ну, чуть ли не каждый шаг свой выкладывать. Хоть и на самом деле я выкладываю процентов 30-40 из всего, что происходит. То есть люди думают, что они знают мою жизнь полностью, но они знают прям маленькую ее часть. В общем, я, как видите, с аллергией повыкладывала. Сегодня у нас 23 градуса. Ну, это просто с ума сойти. Я решила поделиться этом в интернете. Вдруг кто не выходил на улицу, вдруг кто не знает, что там на самом деле 23 градуса, лето. Решила рассказать людям. Больше ничего не буду выкладывать. До, там, каких-то первых чисел мая пост заканчивается. Такие делишки. Допиваю свой кофеек. Чарли тут носится. Написала своей клиентке. Она у меня... Извините. Ой. Она у меня аллерголог. И когда она была у меня на ресницах, она мне посоветовала лекарства, но я не записала. Надо было сразу записать. Но я в процессе работы была и потом забыла название. А у меня есть ее номер телефона. Она когда-то мне сама писала. Вот. И я ей написала. Говорю, извините, что вторгаюсь в вашу личную жизнь. Вот. Вы мне называли лекарства, но я забыла, как они называются. Она мне скинула целый список и уколов, и таблеток, и предсезонные, и уже во время того, как аллергия, что пить. На самом деле, вот там лекарства. Я только одной из них когда-то пила. Оказывается, просто куча лекарств, которых я не знаю. Так что, да. Буду пить. Она мне еще уколы прислала. Она говорит, есть кому делать уколы? Я говорю, в принципе, я сама себе, если что, могу делать уколы. И тем более, если будет состояние не очень, то я себе и сама сделаю. Так что, вот такие делишки, ребят. Буду покупать себе лекарства и буду курсом лечиться. Там 10 дней сначала одно, потом 5 дней другое. Сейчас еще береза начнет свои почки распускать. А у нас здесь из окна я вам покажу. Просто вот, посмотрите. Одни березы, такое ощущение. И у меня на них аллергия. И это, конечно, жуть. Жить, не открывая окна, невозможно. Хоть у нас и есть кондиционер. Но все равно свежий воздух ничто не заменит. Поэтому приходится постоянно смотреть этот вид. И нюхать березы, на которые у меня аллергия. Такие дела, ребят. Все, я пошла. Уже давным-давно пора выложить было в блог. Я думаю, что там есть что-нибудь, что подсобрать. Но я настолько стеснительная. Я ничего не снимаю. Есть моменты, в которые было бы прикольно поснимать. Но я постоянно переживаю за чувства других людей. А вдруг они не хотят. А вдруг им там что-то не нравится. Просто так себе изменяет этот видеооператор. Но я думаю, что мне удается свою жизнь все-таки запечатлеть на камеру. Для себя же самой. Вообще, мне кажется, при этом освещении, которое здесь на балконе, видно все мои веснушки. И у меня... Да что такое, господи, яко-то. И у меня видно все пятнышки. Я такая вся пятнистая. Не любила очень долго свои веснушки. Комплексовала в школе по этому поводу, что у меня веснушки. И это так странно, потому что я темненькая, и у меня веснушки. Что, почему, не знаю. Вот такие дела. Ну что, ребяточки, это было какое-то лирическое отступление. Поделилась с вами своим здоровьем, настроением. Все.